С вами канал «Учебник слух» о стихотворении Пушкина «Пророк». Пушкин всегда задумывался о своём даре и поэтическом призвании. В Михайловской ссылке, замыкая предыдущее творчество и открывая новый период своей судьбы, он создал стихотворение «Пророк». В этом стихотворении отразилось могучее возрождение души, сознание полноты и зрелости духовных сил. «Пророк» написан в сентябре 1826 года, после того, как поэт получил известие о казни пяти декабристов, последовавшей 13 июля. «Пророк» — программное произведение в творчестве Пушкина. Стихотворение связано с традициями гражданских и философских от Ломоносова и Державина, с произведениями декабристов о поэте-пророке. Поэтическая речь Пушкина выдержана в суровом, сдержанном, возвышенно-ораторском тоне. Несмотря на архаический образ пророка, стихотворение обращено не вглубь веков, а в пушкинскую современность. В момент творческого вдохновения, исполнения пророческой миссии, всё суетное, мелкое, приземлённое и прозаичное должно исчезнуть, умереть, стать прахом. Трудный процесс превращения простого смертного в грозного глашатая истины запечатлён в стихотворении. Через мучения, через страдания человек преображается в пророка. Пророк у Пушкина – образ человека, каким его запечатлела Библия. Его устами говорит Бог, который повелел ему возглашать истину. И он не может сойти с пути, предначертанного Богом. Он избран. У него отнят грешный язык, который не может осквернять божественную истину. Только чистыми устами дозволено возвещать правду. Высокая миссия поручения, полученная от Бога, преображает человека и делает его пророком. Теперь он не принадлежит себе, а исполняет волю Бога. Это роднит древнего пророка и современного поэта. Ему дан дар слова, глагола. Следовательно, он тоже избран, чтобы люди через него услышали высшую волю. Пушкин ощущал себя таким поэтом. Его служение поэзии – родственно служению пророка. В последствии он скажет «Веленью Божию, о муза, будь послушна». Создавая близкий историческому прошлому образ ветхозаветного пророка, Пушкин соотносил с ним себя, как поэта современности. Та же задача – правдиво передать исторические события Руси и одновременно связать их с настоящим временем – решалась Пушкиным и в народной трагедии Борис Годунов.